Встреча с Ираном 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 в этом смысле, а эти издержки связаны с более глубокими такими отношениями со странами Запада, в первую очередь с Соединёнными Штатами. Это одна причина. Вторая причина – это решение определённых вопросов и проблем, связанных с национальными интересами России. И вот в области решения этих вопросов как раз очень удачно вписывается в потенциал возможностей, двухсторонных возможностей России и Ирана. Российская внешняя политика на протяжении последних двух лет плавно трансформировалась с очень активной дружественной политикой по отношению к Ирану, к ревизионистской по отношению к этой стране. Более того, я бы сказал, что на протяжении последнего года из уст кремлёвских чиновников и высших руководителей России гораздо чаще прозвучали негативные, критические нотки в адрес Исламской Республики Иран, в адрес ядерной программы Ирана. И завершением всего этого как раз явился этот указ. Этот указ подводит черту под весь комплекс подходов Российской Федерации, связанных с Исламской Республикой Иран. Так что мы имеем? В мировой и современной политике не было такого подхода. По сути и по содержанию этот указ абсолютно беспрецедентен. Многие воспринимают этот указ как публичный пощоченный унижением, оскорблением очень крупного геополитического игрока, которым является Исламская Республика Иран. Я наоборот считаю, что решение нашего руководства отказаться от поставок ракет является чрезвычайно позитивным, разумным и мудрым. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Да, и кроме того, никакого смертельного ущерба нашим отношениям с Ираном это не наносит. Отношения будут вполне нормальные. Пошумят, пошумят и успокоятся. Я, прежде всего, хочу сказать, что, во-первых, я не уверен в том, что Иран действительно хочет создать атомную бомбу. И еще меньше я уверен в том, что они хотят разбомбить Израиль. Я в это не верю. По целому ряду причин нет времени сейчас об этом говорить, но я хочу сказать, что я почти что убежден, что это политическая борьба и политическая игра, что Иран в крайнем случае хочет достичь то, что я называю состояние пятиминутной готовности, то есть подойти к такому уровню обогащения урана, который, в принципе, мог бы позволить создать бомбу, но не более того. И тут остановиться. Но тут возникает такой вопрос. Хорошо, говорите об этом, сидя в Москве, в Париже или в Нью-Йорке. А если вы живете в Иерусалиме или Хайфе? И вы знаете, что рядом с вами находится большое государство, которое вполне возможно идет к созданию бомбы, государство-руководители которого ни раз и не два говорили о том, что Израиль будет стерт с карты мира. Вот можете вы жить спокойно в таком состоянии или нет? Я думаю, что нет. И то, что говорит здесь, скажем, профессор Мирский, израильтянам наплевать на то, что я говорю. И они, если услышали меня сейчас, они бы спросили, господин Мирский, а где гарантии того, что действительно, вот как вы говорите, как вы уверены, это просто-напросто политическая игра, что эта программа имеет политический характер, где уверенность может быть у нас, у израильтян, что рано или поздно, если будет создана такая ситуация, при которой вот один шаг, пять минут и бомба у нас. Где гарантия, мало ли кто придет к власти и что будет, где гарантия. А Израиль, его называют one bomb country, страна одной бомбы, одной бомбы достаточно. Понимаете, часто говорят, нельзя допустить, чтобы Иран стал ядерной державой. А почему, собственно, нельзя? Индия ядерная держава, Пакистан, ничего, никакого скандала нет. На самом деле, ничего страшного не будет, если Иран будет ядерной державой. Правда, можно будет тогда сказать, что договор о нераспространении уже потерял всякое значение. И кроме того, начнется гонка атомных вооружений на Ближнем Востоке. Если Иран справедливо говорит, а чем, собственно, мы хуже Пакистана, а Египет, Турция, Алжир, Саудовская Аравия скажут, а чем мы хуже Ирана и так далее. Понимаете, что начнется. И все-таки это не смертельно. Для мира это не смертельно. Это смертельно для одной единственной страны, для Израиля. Для Израиля это проблема экзистенциальная, проблема жизни и смерти. И вот под давлением таким населения, израильское правительство, Нетаньяху или кого угодно, я думаю, вполне способна пойти на шаг, который оно само считает в общем-то очень опасным и бесполезным. Потому что все, начиная с американского министра обороны и кончая специалистами, в том числе и в Израиле, говорят одно и то же. Что если даже бы Израилю удалось уничтожить все атомные объекты Ирана, это не закончило бы всю историю. Через несколько лет, собравшись силами, Иран с удвоенной энергией взялся бы за это. И уж тогда он точно бы создал бомбу. А уж говорить о том, какова будет реакция Ирана на это, не приходится. Международные последствия. Так вот, ясно, что хуже варианта быть не может, чем израильский удар по Ирану, который повлек за собой колоссальные изменения в мировой геополитической ситуации, включая и нефть, включая ответные меры в целом ряде стран, включая полный провал американской политики в Ираке, потому что все шииты бы тогда повернулись против американцев и Афганистана и так далее. То есть для Обама хуже этого, трудно даже себе что-либо представить. Именно поэтому американская администрация, так настойчиво и усиленно вместе с западноевропейскими партнерами, старается при помощи санкций повлиять на ум и настроение иранского руководства. Именно поэтому, чтобы предотвратить удар Израиля. Вот что надо понимать. Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы напомнить собравшимся, если кто забыл, мы находимся в России. И я не знаю как кто, а я, например, являюсь гражданином Российской Федерации. С этой точки зрения интересы государства Израиля, равно как и интересы государства Ирана, являются примерно равнозначными и принципиального значения не имеют. И вот что там думают граждане Израиля, в каком психозе они находятся, и что там думают руководства Ирана, это их личная трудность, их личные проблемы. В России есть определенные обязательства, определенные правила игры. И я бы не хотел все-таки путать президента Медведева при всем уважении к нему с Российской Федерацией в ЦАО. Значит, с формальной юридической точки зрения все очень правильно. Пункт 36 резолюцион предусматривает 90 дней, которые даны Ирану на исправление недостатков. Еще две недели товарищ Медведев подождал и подписал этот указ. То есть юридически все вроде бы красиво, за одним маленьким исключением. Дело в том, что Россия не является чем-то посторонним для Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН не является каким-то органом, не имеющим к России никакого отношения и осуществляющим внешний диктат по отношению к России. Россия — член Совета Безопасности ООН с правом вето. Если Совет Безопасности ООН принимает какие-то решения, которые не то что неприемлемы, а просто невыгодны для россии россия имеет все возможности это решение заблокировать вот мы сегодня находимся в состоянии когда очень много вещей вызывают ощущение подготовки к войне причем не израиля а в первую очередь соединенных штатов я напомню что помимо резолюции совета безопасности он были санкции которые формально являются национальными и со стороны соединенных штатов америки и со стороны европейского союза маленький нюанс всю масштабов этих двух стран и масштабов бизнеса их национальность санкции де-факто являются международными потому что если вы нарушаете американские санкции то вы лишаетесь возможности сотрудничать с америка и вы лишаетесь возможности безопасно сотрудничать с ее контрагент огромный кусок мировой экономики для вас оказывается просто-напросто закрыт то же самое с евросоюз вы можете работать с китаем сколько хотите и с некоторыми странами азии некоторыми странами африки некоторыми страны латинской америки огромный кусок мира для вас оказывается закрыт поэтому то что эти санкции формально являются национальными не должно таскать быть поводом для того чтобы преуменьшать их значение так вот то есть мы к сожалению продем демонстрируем этим указом не лояльность своим собственным обязательствами не не лояльность тому или иному государству не лояльность своим обязательствам наши официальные пропагандисты очень любят сетовать на стратегическое одиночество в котором оказалась россия в результате его политики в девяносто и двухтысячные годы но это одиночество вполне закономерно потому что ну скажем так когда вы придаете тех кто с вами сотрудничает неважно симпатичные или не симпатичные это ваши партнеры вы имеете перед ними некоторые обязательства если в какой-то момент вы встаете и говорите кому я хозяин своему своему слову захочу даю захочу беру вы показываете что вы не являетесь выражаясь языком современной кремлевской администрации договору способным партнером такие люди находятся в одиночестве